С 1 июня произойдет индексация пенсии, мроты и прожиточного минимума на 10%. А это значит, вырастут и некоторые пособия. По словам премьера-министра Михаила Мишустина, в среднем цифры по стране будут такие. Свыше 19 тысяч рублей составит пенсия неработающих пенсионеров, а мрот превысит 15 тысяч. Пенсии и социальные выплаты индексируются автоматически. Жителям края не нужно подавать заявление на перерасчет. Это пособия по беременности женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплаты на детей возрасте от 8 до 17 лет. Еще одна новость. У болельщиков появится свой паспорт. Теперь попасть на теннисный или футбольный матч будет непросто. Уже известно, что документ будет электронный, получить паспорт можно на госуслугах. Правда, в его оформлении вероятен отказ. Например, если болельщик уже нарушал общественный порядок во время матча. Но через суд такое решение можно обжаловать. Вообще, правительство страны определит список игр, соревнований, чемпионатов, где будет необходим документ болельщика. Также спортивные организаторы могут сами потребовать предъявить паспорт. Такой закон, говорят специалисты, усилит безопасность спортивных событий. Новости есть и для школьников, но конкретно для тех, кто сегодня получает пособие по потере кормильца. Теперь, если выпускник не поступит в среднее или высшее учебное заведение, выплаты не прекратятся. Деньги на банковскую карту будут приходить до сентября даже тем, кому уже есть 18. Все эти постановления в силу уступят завтра. Но есть еще кое-что. С 29 июня в России начнут лечить детей препаратами оффлейбл. Речь идет о борьбе с тяжелыми заболеваниями, например, онкологии. Правительство составит перечень, который позволит лечение препаратами оффлейбл. В нем будет список заболеваний, критерий по применению, а также описано состояние больного. Важно, врач обязан будет сказать о такой возможности и получить письменное согласие. Сегодня могут применяться только взрослые препараты, потому что в детской онкологии не существует лекарств, которые бы предназначались детям. И мы создаем совершенно новые возможности для врачей, которые ежедневно спасают жизни детей. Продолжение следует...